Между тем, более 6 тысяч акмолинцев получили медицинскую помощь на дому благодаря пилотному проекту Атаналарга-Хамкорла. Теперь жители ряда населенных пунктов могут проходить обследование и получать лечение, не выходя из дома. Подробности у Аслана Буталипова. Пенсионерка Зоя Мамаева вынуждена часто обращаться к врачам. Раньше для этого ей надо было добираться до поликлиники на другом конце села и ждать своей очереди. Иногда приходилось съездить и в областной центр. Но сейчас медики приходят к ней домой. Сразу же на месте берут анализы, проводят осмотр и назначают лечение. Я сейчас тоже уже на лет 10 стою на учете. И вот обращаюсь, часто приходится обращаться мне в поликлинику. Но на сегодня, вот что меня тоже удивило, я вот обратилась в поликлинику 28-го, сдала анализы. Ну вот и мне вот было такое предложение домашнее стационарное лечение. Я была очень удивлена, конечно, я не отказалась. Очень удобно. Вот приехали терапевт, медсестра, сделали анализы, взяли анализ крови, проверили, смерили давление. Это очень удобно, потому что и живем очень далеко. Для обслуживания жителей нескольких сел на дому в центре первичной медико-санитарной помощи создали мобильную группу. При необходимости привлекают врачей разного профиля, от хирурга до психолога. За один день такой медицинский десант обслуживает не менее двух пациентов. Если нужен, допустим, осмотр русских специалистов на дому, то мы вывозим их, привозим к пациентам. Также осматриваются, оказывается, помощь. Плюс, если нужно какое-то обследование, допустим, кардиограмма, УЗИ у нас есть портативно, мы вывозим, тоже делаем на дому УЗИ. Нет транспортабельным больным, инвалидам первой, второй группы, которые самостоятельно не могут прийти в поликлинику. У нас пациенты разного возраста, не только пожилые. Для полноценной реализации проекта из бюджета выделили 35 миллионов тенге. Вместе с этим сейчас в регионе подготовили 14 новых мероприятий, чтобы оперативно оказывать медицинскую помощь населению. В частности, сейчас начинаем Цельноградский район, как бы вот эти вещи начинаем тоже предлагать. То есть здесь не возбраняется, может любая медицинская организация, оказывающая медицинскую первичную медико-санитарную помощь, начинать внедрять данные проекты. Пока пилотный проект, у нас определены две организации, мы будем распространять данный опыт на всю область. Немаловажно обеспечить сельчан лекарствами. Здесь местные власти намерены запустить передвижные аптечные пункты. На первом этапе социального проекта жители сел Бурабайского, Зерендинского и Сандыктауского районов смогут получить лекарства по сниженным ценам. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. Растик – Акмолинская область, Хабар-24. Продолжение следует...